Если мы не поменяем власть, если мы не поменяем вектора развития, наша область будет скатываться и дальше в яму. Я вас призываю поддержать наше предложение прийти всем на выборах и поддержать нашего будущего кандидата. Я предоставляю слово депутату Государственной Думы, первому секретарю Иркутского отделения КПРФ, областного отделения Сергею Георгиевичу Левченко. Дорогие товарищи, сегодня у нас есть шанс для того, чтобы изменить очень многое в нашей области. Мы на каждом митинге вам докладываем, какие предложения мы вносим губернатору, законодательному собранию, для того, чтобы жить у нас в области стало легче. У нас догводилась до вас информация, что мы обращались неоднократно с предложением по детям войны. Вы знаете, что в результате получилось, законодательное собрание обкарнало наш закон и решили детям войны, на плечах которых сегодня мы все и живем, потому что очень многое создано и войну победили их силами, дали 380 рублей, которые, если не получали каких-то льгот, а большинство детей войны в связи с возрастом эти льготы имеют, поэтому дали копейки. И посчитали, что они рассчитались с теми, кто вот столько времени работал во время Великой Отечественной войны. Мы неоднократно обращались вот с этим антинародным законом по фонду капитального ремонта. Буквально недавно, на последней сессии, мы снова выходили с этим законопроектом. Наш представитель привез туда, в законодательное собрание, целую кипу листов, и мы показали, что мы собрали 100 тысяч подписей людей для того, чтобы этот закон убрать. Ну что вы думаете? Большинство законодательного собрания, которое состоит из Единой России, они же принимали этот сегодняшний антинародный закон. Конечно, они его подтвердили и не стали ничего делать, говоря, что на это нет денег точно так же, как на детей войны. Мы говорим, в конце концов, идет год победы, 70-летие. Давайте мы примем закон о знамени победы. О знамени победы, под которым наши ветераны, участники Великой Отечественной войны, эту войну пробыли и победили под этим знаменем. Они под тем знаменем празднуют, против которого они воевали. Ведь огромное количество людей понимает это, и денег на это ничего не нужно. Мы им сказали, мы обеспечим всех этим знаменем победы, чтобы каждая администрация, каждый поселок такое знамя имели. Нет. Нет, несмотря на то, что больше 20 субъектов федерации такой закон уже приняли. Да что же у нас такое в области творится? Зато, знаете, какие законы они принимают? Они принимают закон о том, чтобы взять и упразднить населенные пункты. У нас прекратили существование в этом только году, за неполные полгода, 20 населенных пунктов. Нет там людей. Выехали, нет ничего. И они взяли, подвели итог. Арифмедика. Нет никого, уберем. Вместо того, чтобы взять и организовывать там рабочие места, вместо того, чтобы помочь людям там жить. Вот я повторяю, почти 20 населенных пунктов закончилось. Но они же продолжают еще и другое. Соединяют больницы в одно, для того, чтобы в городе потом в конце концов одна больница была. Они протестуют против того, чтобы мы помогали сельскому хозяйству. Потому что сельское хозяйство, из них 60% сегодня земель не заселяется. Вы знаете, я о нашей вот этой боли, которая, понятно, каждому нормальному человеку мог говорить бы долго. Но мы уже сделали совершенно конкретный определенный вывод. С такой сегодняшней облашной властью мы будем вечно мучиться и ходить у них что-то выпрашивать. У нас с вами есть серьезная возможность 13 сентября эту ситуацию изменить. Я вам обещаю, что уже через неделю после выборов эти законы будут внесены в нашем варианте. И законодательное собрание, вот увидите, он примет эти законы, которые нужно будет. Спасибо, Сергей Георгиевич. Товарищи, наш митинг идет к совершению. Я хочу вам еще раз напомнить и сказать, что те вопросы, которые связаны с вами. Завершая нашу очередную встречу, я предоставлю слово секретарю комопартии Аксенову Владимиру Петровичу для принятия резолюции. Пожалуйста. Уважаемые участники митинга, позвольте мне зачитать резолюцию сегодняшнего митинга. Поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли, поддержку, то, что вы боретесь вместе с нами. Итак, резолюция митинга жителей города Иркутска. Мы, участники митинга, отмечаем, что на фоне продолжающегося кризиса губернатор Ерошенко и возглавляемое им правительство Иркутской области продолжают неуклонно проводить антинародную политику во всех сферах экономической и социальной жизни. В результате разрушительных действий или бездействия областной власти продолжается рост цен на бензин, товары и услуги, уменьшаются реальные доходы населения, падает уровень жизни. Закрываются промышленные предприятия, ликвидируются населенные пункты, сокращается жилищное строительство, растет безработица, создается лишь видимость борьбы с коррупцией. Единороженское большинство 20 мая 2015 года на сессии законодательного собрания отклонило внесенный депутатами фракции КПРФ проект закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области. Ерошенко, находясь в отставке, в нарушении закона о выборах, используя административный ресурс, фактически ведет в выборную кампанию под видом исполнения должностных обязанностей губернатора, инициирует митинги в свою поддержку. Мы участники митинга. Первое. Выражаем недоверие правительству Иркутской области и требуем реальной, а не виртуальной отставки губернатора Ирошенко. Второе. Требуем от депутатов фракции Единой России отменить или приостановить действие закона номер 163 ОЗ о капитальном ремонте на территории Иркутской области и поддержать предложение внесенной фракции КПРФ в законодательном собрании. Третье. Обращаем внимание руководства Следственного комитета по Иркутской области, областной прокуратуры на необходимость проведения расследования незаконно использованных денег, уплаченных собственниками жилья Иркутской области на капитальный ремонт в 2002-2003 годах. Четвертое. Призываем все политические силы, общественные организации, жители города Иркутска и области объединиться для поддержки народного кандидата Левченко Сергея Георгиевича, предложенного для разрешения на выборы кандидатом губернатора Иркутской области партийными организациями города Иркутска. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok